Привет, футбольный YouTube! Сегодня у нас Лига Чемпионов и разного рода достижения и рекорды. Хэт-трики, семейное дело и камбэк, а также тактическое противостояние Нагельцмана и Гвардиолы, где молодой старался изо всех сил и был близок, но Пеп нашел нужное решение. А также очередной позор Мадридского Реала, который вернулся в 2007-й. Начинаем сегодня с бомбардиров. Вчера два нападающих забили по три мяча в ворота своих соперников. А сделать хэт-трик в матче Лиги Чемпионов – это всегда очень круто, престижно, навсегда в истории и так далее, и так далее. И даже в честь такого события можно у себя ночью на заднем дворе запустить салют праздничный. Но почему Пауло Дебала и Один Джека вынуждены были не запускать самый крутой салюта, такой совсем немножечко, потому что их соперники были, ну так скажем, не совсем топ-уровня. Да, Дебала забил три мяча, но забил в ворота Янгбойс. Да, Джека забил три мяча, но забил в ворота Виктории Пельзень. Поэтому салют был, ну, как бы совсем немножечко. А вот у кого был больший повод запустить салют, так это в семье Клюйвертов. Потому что отныне Джастин Клюйверт, мне очень сложно сразу поймать себя на мысли, что нужно говорить именно Джастин, потому что у меня до сих пор Патрик играет в голове, пусть он уже давно не играет. Так вот, Джастин Клюйверт отныне самый молодой бомбардир Ромы в истории Лиги Чемпионов. Там 19 лет и 150 дней, и вот уже он забил свой первый мяч, и теперь он вписал свое имя в историю. И отец может гордиться. Но также отец и не опасет задних в противостоянии с сыном, потому что свой первый гол Патрик Клюйверт забил еще в 18 лет и там сколько-то дней в Лиге Чемпионов. Поэтому как бы сынок пытался достичь высот отца, но немножечко перерос его. Но зато в чем Джастин точно опережает Патрика, так это в татуировках. Вот их у него дохрена. У отца, я не знаю есть или нет, но в 18 лет тогда у отца точно ничего не было. Кстати, что касается разного рода рекордов, хитриков, интересных новостей и так далее, так далее, так далее, так далее. Так вот, мой канал в Телеграме заиграл новыми красками, и теперь вы сможете найти всю эту инфу там первыми. Поэтому подписывайтесь обязательно, если вы еще не там, ссылка в описании. По моему скромному мнению, отныне это лучший футбольный канал в Телеграме. Давай. Манчестер Юнайтед сыграл дома в ничью с Валенсией и сыграл в ничью 0-0, потому что Манчестер Юнайтед, Джозе Мауриньо и результативность, эти три понятия сходятся воедино крайне редко, по крайней мере реже, чем этого бы хотели фанаты МЮ. По состоянию на 50-ю минуту этого матча, Гонсало Гуэдэш нанес 6 ударов по воротам Манчестер Юнайтед. А весь Манчестер Юнайтед нанес 5 ударов по воротам Валенсии. Гуэдэш, Лукако, Алексис, Решфорд и Пагба. 6-5. А добавлять здесь особо-то нечего. Хотя под конец игры, конечно же, во втором тайме Манчестер насел, Манчестер нанес много ударов, я бы даже сказал, слишком много, как для Манчестера, практически 20. Они успели настрелять, но проблема в том, что только один удар из пяти попадал в створ. Бить бьем, забивать сложно, потому что если ты не попадаешь в ворота, забить практически невозможно. Да, доказано, опытным путем. Жозе Мауриньо сказал после игры, что это нехороший результат, конечно, но и неплохой. Это, знаете, как диагноз нынешнему МЮ. Он нехороший, этот МЮ, но и неплохой же совсем. Другое дело, устраивает ли это фанатов Манчестера, я думаю, что нет. Кстати, эта ничья 0-0 стала 23 ничьей 0-0 для Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов. И они по этому показателю лидеры. Ну, если это можно назвать лидерством. Конечно же, не все ничьи были сыграны при Жозе Мауриньо, но символично, что именно Жозе с его футболом и поставил этот рекорд. Пол Сколл сказал после игры, что он не понимает, почему Жозе еще не уволен. В чем причина? Жозе Мауриньо позорит Манчестер Юнайтед, он так сказал это, цитата, своими выступлениями на пресс-конференциях. Потому что он валит вину на всех, на каждого, но только не на себя. И все же прекрасно понимают, что это начало конца. Да, уже Рио Фердинанд высказался, Пол Сколлс высказался. Чего ждем, непонятно, но когда-то же этот конец должен прийти. Появилась информация о том, что Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру Антонио Конте и еще пару к нему и Маротту. То есть, чтобы убрать и Мауриньо, и Фудворта, которые тянут Манчестер на дно, как многие думают. Но у меня только одна ремарка. Сэр Алекс Фергюсон только-только выздоровел. Только-только. Он только-только вернулся на стадион. Только-только сел на трибуны. И тут новости о том, что Манчестер Юнайтед принимает итальянский вектор развития. Нам итальянского тренера, а потом еще спортивного директора. Вы серьезно? Вы думаете, это кому-то понравится? Это понравится фанатам Манчестера? Почему такой курс резкий на внешнее управление? Ну да ладно. Поживем-увидим. Но пока ничья 0-0 и пока блеклая игра в первую очередь в атаке у Манчестер Юнайтед. Следующая игра Леон Шахтер и ничья 2-2. После игры весь Леон всем составом жаловался на то, что вот если бы были люди на трибунах, а не пустые эти самые трибуны, мы бы Шахтер дожали, мы бы смогли, мы бы вернулись в игру, мы бы выиграли и так далее, но при этом никто не говорил о том, что да мы летели 0-2 и как бы шанс у нас особо и не было. А вот Шахтер, что касается Шахтера и пустых трибун, то Шахтер большой разницы не заметил, на него это никак не повлияло, потому что Шахтер играет в УПЛ. Юмор поняли, да? Тонкий юмор, без оскорблений, просто оправда жизни. Так вот, две контр-атакующие команды, Леон и Шахтер. И нужно было кому-то переступить через себя и сыграть немножечко иначе, и конечно же переступать вынужден был Леон на правах хозяев. А вот контролировать мяч и играть подолгу, держать мяч подолгу на чужой половине поля у Леона получается не совсем хорошо. А Шахтер был в своей стихии, они играли на контратаках, поэтому они повели в счете 2-0 и не было вообще даже намека на то, что сейчас что-то произойдет. Все, 2-0, Леон попытался навязать свою игру, не получилось, уже горит, никаких шансов, давайте побеждать и спокойно уже готовиться к двум матчам против Манчестер Сити. Но здесь произошло событие, которое повлияло, по сути, на итоговый результат. Вышел Мемфис Де Пай. На последние полчаса всего лишь один игрок меняет тут же структуру игры Леона в атаке. И Шахтер плывет. За 2 минуты Леон, кроме того, что сравнивает счет, он за эти самые 2 минуты убивает все впечатление об игре Шахтера до этого. Все, это все забывается и перечеркивается. На поле есть только Леон. Они быстро забивают 2 мяча. И вы знаете, Шахтер можно здесь сравнить с ранним Владимиром Кличко. Потому что тогда про Кличко тоже говорили, что вот он большой, огромный, бьет сильно сразу в нокаут. Но как только он пропускает в подбородок, он плывет. Все, что нужно, это попасть в подбородок молодому Владимиру Кличко. Вот здесь Шахтер выступил в такой же роли. Вроде бы мускулы есть, поиграли, забили 2 мяча, потом на тебе раз, на тебе два. И ты уже лежишь и не понимаешь, что делать дальше. Хотя в конце матча был момент у Шахтера. Но после такого проваленного отрезка, если бы Шахтер выиграл этот поединок, это можно было бы, ну как, оправдать большой удачей. Огромнейшей удачей. Потому что Леон после счета 2-2 мог еще забивать третий. Мог даже забить и четыре. Ну а так, ничаечка, ничаечка, которая в пользу, конечно же, Леону. А дальше у Шахтера два матча против Манчестер Сити. И вот тут ты начинаешь понимать, что есть после двух туров два очка. Впереди два матча против Сити. И победы, если где-то и ожидались в этой группе для Шахтера, то именно, конечно же, в матчах против Хофенхайма и против Леона. Ну а здесь только две ничьи. А там Манчестер Сити. Манчестер Сити, которому нужны очки. И который не выпустит больше против Шахтера дублирующий состав. Следующая игра. Хофенхайм-Манчестер Сити. И перед этим матчем у меня были огромные ожидания от него. Потому что Юлиан Нагельсман бросил мульку за день до игры. Что он придумал какой-то супер смелый план против Манчестер Сити. И всем там конец. А два футболиста из Хофенхайма сказали, что в этом матче Хофенхайм научит Манчестер Сити атаковать. И я, конечно же, взял чипсы, попкорн, орешки, фисташки. Все, сел, смотрю. Что придумали. А по факту, из чего исходил Нагельсман. Атаковать всегда не получится. Доминировать не получится. С мячом мы играем хуже. Окей. Обороняться всегда тоже не получится. Сидеть в обороне 90 минут и просто держать счет 0-0, ну не выйдет, мы где-то все равно пропустим. Окей. Так какой же выход из этой ситуации? Нагельсман находит его в высочайшем прессинге, конечно же. В прессинге из большой группы футболистов. Потому что у Хофенхайма было две линии обороны. Первая это три нападающих, плюс еще парочка хавов. А потом, конечно же, защитники и один из опорников. И как только, как только первая группа забирала мяч, у них получилось запрессинговать, она тут же вылетала всем составом в атаку. То есть, что имели в виду вот те футболисты Хофенхайма, когда говорили, что они научат Манчестер Сити атаковать. Вот. Забрали и все сразу же большим числом. Не три нападающих, а сразу пять человек атакуют. А вторая линия тут же поджимает. И многие нападающие Манчестер Сити остаются во всаде. То есть, вот это командное движение, которым хотел Нагельсман задушить Пепа Гвардиолу. Я не могу сказать, что первый гол, который пришел на первой же минуте, он был следствием этой тактики. Нет, это просто совпадение, которое привело к этому самому голу. То есть, это еще не была никакая-то там тактика и так далее. Это просто банальная ошибка в обороне. И 1-0. Но, но первый тайм Хофенхайм держался очень даже достойно. И пока силы были, все было очень даже хорошо. И против такого Манчестер Сити Хофенхайм мог выстоять. Он ввязал его в центре поля. И все, что оставалось, это либо бросать сразу вперед на стерлинга. И эти передачи тоже проходили, это нужно понимать. То есть, как бы Хофенхайм там что ни строил, не пытался завязать. Просто пас на стерлинга и все, и глотайте пыль. Вот это только так работает. Но, но в целом Юлиан Нагельсман придумал, как остановить Манчестер Сити Пепа Гвардиолы образца первого тайма. Во втором же тайме у Хофенхайма все свелось к тому, что мы просто обороняем Сталинград, ни шагу назад и так далее, так далее, так далее. И это тоже у них получалось отчасти. Хотя счет уже был 1-1, но отчасти это получалось. А Манчестер Сити не был изобретателен. Не было каких-то вот таких вот, знаете, тонких ходов. Просто одной передачи, которая бы вскрыла все. И там момент, гол. Не было всего этого, потому что опять же в центре поля вязли. И что придумывает Пепа Гвардиола? Он выпускает вместо Атаменди Стоунса, переходит на игру в три центральных защитника, но Стоунс не играет центрального защитника, он играет в паре с Фернандиньо, второго опорника, или, как говорит Гвардиола, второго пивота. Человека, который разводит мяч, который начинает атаки, и который быстро забирает мяч у соперника, там в центре поля останавливает его, и быстро отдает мяч в свою атаку. Джон Стоунс. Стоунс, человек, который иногда передачу не может первую отдать, а он играл в роли пивота. Таким образом, Пепа Гвардиола получает преимущество в центре поля, таким образом он быстро отдает мяч в атаку обратно, и таким образом Давид Сильва, который и забьет победный гол, не вынужден больше делать двойную работу и возвращаться в центр поля в пару к Фернандиньо, потому что там в центре поля дохрена футболистов Хофенхайма, и нужно Фернандиньо помогать. Соответственно, когда Силва смещался к Фернандиньо, Стерлинг уходил тоже ближе к центру на позицию Силвы, и это все вот не работало. Вот при такой структуре игры Хофенхайм мог надеяться здесь на очки. Но Пепа Гвардиола все поменял своей заменой от Аменди на Стоунса и Стоунс в опорной зоне. Вот поэтому он и умный. Вот поэтому он и выигрывает титулы. Вот поэтому его и берут тренировать исключительно топ-клубы. Потому что кроме того, что он накупит себе много классных футболистов, он еще и найдет решение нестандартное в нужный, необходимый для команды момент. Пепа Гвардиола придумал, как обыграть этот смелый план Юлиана Нагельсмана. Да, можно сказать, что гол Манчестер-Сити пришел из ошибки защитника, и это как бы все могло бы и не быть. Я согласен, да, игра могла закончиться со счетом 1-1, не вопрос. И Хофенхайм не выстоял только лишь по причине того, что он Хофенхайм. Если бы у Нагельсмана были более крутые футболисты, а у него скоро будут более крутые футболисты, он будет тренировать Лейпциг со следующего сезона, хотя хотелось бы, знаете, такого более качественного скачка вперед, но уже хотя бы Лейпциг и большие финансовые возможности, чем у Хофенхайма. Возможно, его команда будет кого-то и покупать, а не только продавать. Так вот, дайте Нагельсману нормальных футболистов, он покажет еще более классный уровень футбола. Но даже здесь Хофенхайм и Манчестер-Сити – упорная борьба, и человек знает, чего хочет, и прессингует весь матч, и практически добивается результата. Не зря Нагельсман лучший тренер года в Германии, по-моему, позапрошлого сезона. Ну, не важно, он офигенно крутой, и он еще всем много чего покажет. На выходных у Манчестер-Сити испытания таким же прессингом, но только против футболистов более высокого класса. Юрген Клоп снова попытается доказать, что не зря является самым неудобным соперником для Гвардиолы в его карьере. И Пепу опять придется искать баланс между контролем мяча и быстрой доставкой его в атаку, потому что долго возить между защитниками против Мане, Салаха и Фирмина этот мяч нельзя. Поэтому посмотрим, что там произойдет, но если Хофенхайм нашел несколько моментов для голов, то Ливерпуль их найдет, конечно же, в разы больше. Найдет. И последний поединок на сегодня – ЦСКА Реал Мадрид. Счет все знают. Счет 1-0 в пользу московского ЦСКА. И Мадридский Реал, победитель трех последних розыгрышей Лиги Чемпионов, уезжает с Москвы ни с чем. Я могу повторить несколько основных тезисов, которые были сказаны еще после игры против Севильи. Мадридский Реал что-то не понял по ходу до сих пор, что прошлые заслуги, они не работают уже на следующий день даже. Они пытаются на этом багаже все выезжать, выезжать. Мы Реал, мы Реал. И что? Севилья вас хлопнула. И Атлетика вас не боится. И ЦСКА вас хлопнул. Куда дальше падать? А ЦСКА в этом матче не показал ничего сверхудивительного, сверхъестественного. То есть только идиот может сказать, что ЦСКА обыграл Реал в футбол. По счету, да, но не в футбол. Потому что ЦСКА показал в этом матче то же самое, что показывала сборная России на чемпионате мира. Глухая оборона всем составом. Мы защищаемся как можем. Игорь Акинфеев тащит все, что может. Плюс редкие, но опасные при этом контр-атаки. Это не значит, что они переиграли Мадридский Реал. Они просто выстояли и забили то, что смогли забить. Это очевидно. Не нужно петь такие оды, которые не имеют ничего общего с реальностью. Но при этом факт остается фактом. 1-0 в пользу ЦСКА. Вообще, в Лужниках в этом году, я смотрю, что-то у испанцев не идет. Ни у сборной, ни у Мадридского Реала. Прям проклятие какое-то. Что касается того, что у Реала был не совсем основной состав. Да, в этом есть доля правды. Да, левый защитник я о нем вообще никогда не слышал. Вчера был первый раз. Да, Карвахаль отыграл только один тайм. Да, в центре обороны не Рамос, а Начо. Но при этом проблемы у Реала были не в обороне. Гол был с обычного привоза. Тони Кросс что-то переоценил немного свои возможности. Да, привез. Да, гол. Но больше-то, по сути, ЦСКА сверхопасного ничего и не создал. Были, конечно же, подходы, были удары. Но это меркнет на фоне того, что создавал Реал у ворот ЦСКА. 23 удара. Нет, не 23. 26. У меня тут сейчас написано, я посмотрю. 26 ударов. Из них только 3. Да, только 3 в створ. Вы понимаете, на фоне этого Мадридского Реала Манчестер Юнайтед очень часто попадает в створ ворот. 3 из 26. Это позор. Возможно, конечно же, сказалось на этом показателе отсутствие Гаррета Бейла. Играл Лукас Васкес. В основе вышел играть Сибалиос, а не Модридж. Модридж вышел по ходу. Да, конечно же, это повлияло на то, что Реал не добрал где-то своих ударов в створ в первую очередь. Но были штанга, перекладина. То есть, были моменты, когда Мариану пробивал уже с метра головой. То есть, гол забить можно было. Но его так и не случилось. И есть несколько любопытных фактов. Во-первых, Мадридский Реал не забивает уже 3 матча. Во-вторых, Мадридский Реал не забивает уже 5 часов. 5 часов. Представляете просто? 5 часов лучшая команда Европы играет в футбол. 5 часов на поле. Ни одного гола. Офигенная лучшая команда, да? В последний раз такая серия, сухая, была у Мадридского Реала Фабио Капелло 2007 года образца. Фабио Капелло. Итальянец, который ни хрена не любит забивать. Который 1-0 и хватит. И вот сейчас Хулин Лапетеги и хороший атакующий Мадридский Реал, Асенсио, Бензема, конечно же, который капитан. Но что-то там надо делать. Надо Мариану уже выпускать в основу. Потому что, ну, а что тянуть? 5 часов команда без голов. Наверное, надо поменять центрального нападающего. Не находите? Наверное. Здесь без комментариев. То есть добавить больше нечего. Проблемы огромны у Мадридского Реала. И Лапетеги нужно их решать. Срочно. ЦСКА сейчас в своей группе находится на первом месте. И обязан ловить момент и кайфовать. Ведь сейчас ЦСКА может смотреть на Мадридский Реал сверху вниз. Когда еще такая возможность представится. Что касается группы Шахтера, то здесь равная группа. Здесь никто ни от кого далеко не оторвался. Здесь все забили и пропустили примерно поровну. Поэтому здесь вся борьба еще впереди. Другое дело, что дальше два матча против Манчестер Сити у Шахтера. А там Дебрюйне подходит к составу. И будут проблемы. Будут огромнейшие проблемы. В группе Ювентуса. Ювентус уже практически вышел дальше. Хотя следующие у них два матча против Манчестер Юнайтед. И я так думаю, что именно эти два матча против Ювентуса обязаны будут решить судьбу Жозе Мауриньо. Выиграет хотя бы один из них. Не вопрос. Попытайся еще. Попробуй. Проиграешь оба или поражение и ничья. Ну куда? Зачем дальше тянуть кота за яйца? Бавария в своей группе пока не идет на первом месте. Но многие понимают, что это просто вопрос времени. Не будет Баварии сегодня в обзоре. К сожалению, я пожертвовал игрой Бавария Аякс. Нужно чем-то жертвовать, потому что нельзя разорваться на все матчи. Но я обещаю, что Бавария вернется в обзоры и появится здесь либо после матча чемпионата, либо после следующего тура Лиги Чемпионов. Потому что интересно понять, что же там Нико Ковач пытается построить. Ну а пока Аякс не проиграл на выезде Баварии. Достойно. Очень даже достойно. Лапетеги попал в жуткое положение. Он может вполне себе повторить судьбу Бенитеса. Тогда тоже у Реала был пик при Анчелоте, победа в Лиге Чемпионов. Ну а дальше Рафа пришел не в то место и не в то время. Сейчас ситуация такая же, но только в три раза сложнее. Потому что Зидан выиграл три Лиги Чемпионов подряд. Перенастроить эту команду нужно и можно. И Лапетеги способен это сделать. Но когда это Перес долго ждал.